Вечерний Вестник в новом формате Смотрите сегодня в программе Ковид-19 все так же на высоком уровне Растет число заболевших ОРВИ А впереди ежегодная эпидемия гриппа Чего ждать перемекам этой осенью? И кому нужно прививаться в первую очередь? Об этом мы поговорили с гостем нашей студии Ремонт дорог, строительство социальных объектов, благоустройство парков и скверов Все это входит в комплексные планы развития территорий Которые сейчас активно разрабатывают и представляют муниципалитеты Прикамья Сегодня такой план губернатору региона представили в Карагайском муниципальном округе Что будет сделано в территории в ближайшие годы Узнал Денис Пальчиков Раньше на месте привокзальной площади в селе Менделеево был пустырь Теперь ждать транспорт стало гораздо удобнее Пространство благоустроили Удобно? Потому что даже можно посидеть, автобус подождать спокойно Так вот хоть не стоишь, не ждешь, посидишь Так же с детьми, а то они вечно бегают с качеством, хоть посидят В поселке Менделеево также реализован нацпроект «Чистая вода», который входит в план развития округа Возможность получить качественную воду появилась у трех тысяч жителей поселка На эти цели выделено более 34 миллионов рублей Меняется весь Карагайский округ В самом разгаре замена старого моста через реку Ния На объекте подрядчик заменил все элементы конструкции от пролетов до перил Работу на мосту подрядчик планирует закончить уже этой осенью А вот в Казьмодемьянском доме культуры работы уже закончили Здесь обновили полы, потолки, зрительный зал и фойе Появляются и новые спортивные объекты Взамен старой хоккейной коробки Карагайская спортивная школа получит новую Объект уже готов на 80% Стоимость более 6 миллионов У нас открылась точка роста У нас ремонтируются спортивные площадки, объекты К нам даже кванториум приезжал в 2019 или 2020 году Мы можем здесь развиваться, мы можем здесь учиться По поручению губернатора Пермского края Дмитрия Махонина В территориях разрабатываются комплексные планы развития На краткосрочную и среднесрочную перспективы В ходе рабочей встречи глава Карагайского муниципального округа Представил губернатору комплексный план развития территории Одни из самых крупных мероприятий, которые мы отметили Это строительство дома культуры в селе Нердва Это ремонт автомобильных дорог, реконструкции, очистных сооружений Ну такие финансово емкие мероприятия, которые нам нужно реализовать в ближайшем году Во время рабочей поездки глава региона посетил ряд важных социальных объектов А также оценил инвестиционный потенциал округа И обсудил дальнейшие планы по развитию Поставили сегодня задачу в первой школе еще стадион, футбольное поле реализовать За два следующих года мы это сделаем Ну и сегодня утвердили комплексный план развития Карагайского округа В следующем году Карагаю исполняется 400 лет Поэтому дал отдельное поручение, чтобы по линии Минспорта, Минкультуры И Министерства по делам молодежной политики подумали и сделали праздник запоминающимся Глава региона подчеркнул, что при реализации планов обязательное условие Необходимость советоваться с людьми и в первую очередь учитывать их интересы В Краевом парламенте сегодня состоялось очередное пленарное заседание Одним из главных вопросов повестки стали изменения в действующий бюджет Дополнительно в Краевую казну поступило 3,5 миллиарда рублей Значительная часть этих средств будет направлена на социальные расходы На что именно, расскажем далее Поправки в действующий бюджет депутаты Законодательного собрания Пермского окрая Приняли сразу в двух чтениях Только в этом году доходная и расходная части бюджета увеличатся на 3,5 миллиарда рублей Одну из поправок депутаты поддержали инициативу губернатора По увеличению резервного фонда Прикамья на 500 миллионов рублей Эти средства направят на мероприятия по восстановлению жизнедеятельности на территориях ДНР и ЛНР Кроме того, значительная часть средств будет направлена на социальные расходы Мы выделяем 500 миллионов рублей из бюджета на помощь Донбассу Это наши люди, которые изъявили желание быть вместе с Россией Я считаю, это наша обязанность им помогать Там работали наши специалисты Они определяют точно, что нужно Потому что тратить деньги просто так, во-первых, это неправильно Во-вторых, этого никто не позволит На медицинскую помощь в условиях дневного стационара для онкобольных Выделят более 670 миллионов рублей Средства будут выделены и для повышения зарплат работников учреждений культуры И педагогов дополнительного образования В целях исполнения майских указов президента Как отметили сами депутаты, после принятия поправок Параметры дефицита и государственного долга не поменялись Еще один важный законопроект, принятый на этом пленарном заседании Касается увеличения размера доплат приемному родителю За воспитание ребенка с ограниченными возможностями здоровья Изменения направлены, в первую очередь, на увеличение с 10 до 20% Размера ежемесячного вознаграждения для приемных родителей За воспитание каждого ребенка с ограниченными возможностями здоровья Обучающиеся в общеобразовательных учреждениях Либо получающие такое образование в форме семейного образования Объем финансовых средств на данные изменения Составит 6 миллионов рублей ежегодно, начиная с 2023 года Как отметил спикер Краевого парламента Валерий Сухих Депутаты не раз поднимали вопросы о дополнительном увеличении выплаты Краевое правительство инициативу поддержало И уже со следующего года приемные родители начнут получать выплаты в увеличенном размере Екатерина Рухтина, Семен Соснин, телекомпания «Ветта» Власти Прикамья определили авиаперевозчика для выполнения субсидируемой полетной программы По прямому маршруту Пермь-Минск Им стала авиакомпания «Уральские авиалинии» За право совершать субсидируемые полеты из Перми в Минск Боролись два перевозчика – авиакомпания «Икар» и авиакомпания «Уральские авиалинии» Последняя и была признана победителем Как уточнили в Министерстве транспорта Рейсы стартуют уже в октябре и будут совершаться до конца года два раза в неделю Вместимость самолетов рассчитана на более чем 110 пассажиров В Краевой столице сегодня утром произошел пожар На улице Красной Казармы в Перми загорелось двухэтажное здание Пожар удалось быстро ликвидировать Погибших и пострадавших нет Полина Преснякова с подробностями Ни дня без пожара Ранним утром в микрорайоне Красной Казармы загорелся жилой дом По прибытию пожарных на место было установлено, что горит аварийное расселенное здание на площади 40 квадратных метров 22 сентября 2022 года в 7 часов 55 минут поступило сообщение о загорании неэксплуатируемого здания, расположенного по адресу город Пермь, улица Красной Казармы К месту возникновения пожара направлены силы и средства от МЧС России в количестве 26 человек личного состава и 7 единиц техники Пожар был полностью потушен в течение 20 минут По данным сотрудников МЧС по Пермскому краю, пламя было ликвидировано в 8 часов в 22 минуты Погибших и пострадавших нет В настоящее время сотрудники надзорной деятельности и профилактической работы проводят проверочные мероприятия Устанавливаются причины возгорания За эту неделю пожар по улице Красной Казармы стал вторым случаем возгорания нежилого дома Днем ранее на улице Ким произошел крупный пожар в двухэтажном здании Полина Преснякова, телекомпания Ветта В Перми завершается 22-й международный фестиваль документального кино Флаертиана Фестиваль посвящен документальным фильмам, в которых герой проживает на экране часть своей жизни Сформулированную режиссером по законам драматургии Лекции, семинары, показ фильмов со всего мира и, конечно же, определение победителей по нескольким номинациям Хроники Флаертианы в сюжете Полины Рифа Кино для человека и про человека Флаертиана – место встречи, качественной документалистике и публике, у которой есть потребность в этой действительности разобраться В этом году ей помогает Всеволод Коршунов, ведущий киновед страны и преподаватель в ГИКО Присутствует на фестивале и в качестве эксперта, и в качестве лектора Мы видим, как документальное кино проживает рассвет, небывалый, в 21 веке Во всем мире открываются документальные кинотеатры, придумываются и проводятся документальные фестивали И это, конечно, небывалый совершенно момент Вот в Венеции только что главный приз получила документальная картина Второй раз всего лишь в истории всего фестивального движения И вообще, конечно, очень радостно здесь, в Перми, ощутить эту вот такую потрясающую фестивальную атмосферу Это сообщество, это движение мыслей, консолидация, солидарность, общение, коммуникация Мы, например, пригласили Всеволода продолжить с нами сотрудничество уже не в рамках фестиваля А в магистратуре, которая называется «Видеожурналистика и документальное кино» в университете классическом Будет целая неделя Всеволода, когда он приедет и будет читать лекцию уже конкретно тем студентам Которые в дальнейшем станут следующим нашим поколением кинематографистами А вот небольшой срез фестивальной программы Что конкретно попадает в фокус внимания современных документалистов Анна Артемьева представляет фильм под названием «Никто не знает, где живет Валерик» Фильм повествует историю охотника из маленькой сибирской деревни Который каждую зиму уходит в лес, чтобы добывать пушнину, чтобы выжить в маленькой деревушке И поскольку жена его не может с ним идти на охоту Он снимает для нее видеодневники, в которых он делится, что с ним происходит во время охоты А на охоту он уходит со своими собаками, одна из которых является его другом И на протяжении всего фильма Валерик чувствует себя хозяином природы, хозяином леса Но жизнь ему показывает, что человек всего лишь песчинка Один из фаворитов фестиваля – фильм «Клетки» Дмитрия Лукьянова Режиссер, выпускник школы Марины Разбежкиной Он про парня и девушку, у которых история любви довольно сложная, драматичная И она осложняется тем, что у парня очень редкое заболевание Он так называемый человек-бабочка, у него очень хрупкая кожа И он пытается найти лечение экспериментальное, которое ему поможет продолжить жить Это все снято, его поиск, его борьба на фоне их отношений с девушкой И сложность заключается в том, что российский закон, который вышел в 2014 году Он не позволяет ему провести эту процедуру экспериментальную По бюрократическим причинам, но в течение фильма он борется Флортиана – редкая возможность побыть на месте студентов в ГИКа Подключиться к питательной среде событийной программы Смахнуть с внутренней оптики информационную шелуху, которая часто сужает горизонт видимости Напомним, сам фестиваль продлится до 22 сентября Полина Рифа, Владислав Рашидов, телекомпания «Ветта» Жители поселка Чус Юрлинского муниципального округа переселят уже в этом году В Перми благоустроят новый сквер и в Губахе состоится презентация пяти маршрутов путеводителя «Сердце Пармы» Актуальные новости региона далее в нашем эфире Добрый вечер! Жители поселка Чус Юрлинского муниципального округа переселят уже в этом году Хотя ранее планировалось сделать это только в 2023 году Поселок оказался в числе шести территорий, которые планируют переселить до конца года Таким образом, жилищные условия улучшатся у 520 пермяков Всего на сегодняшний день уже расселены 9 отдаленных населенных пунктов Прикамья Стоит отметить, что в регионе практически каждый четвертый населенный пункт отдаленный или малочисленный Во многих нет работы и социальных учреждений, поэтому прием заявок на переселение продолжается В Перми благоустроят новый сквер, появится он в микрорайоне «Вышка-1» на улице Колгановская Подрядная организация уже приступила к земельным работам для прокладки коммуникаций Выполняет расчистку и планировку территории и ведет обустройство будущих пешеходных дорожек Территория сквера будет разбита на несколько функциональных зон Площадь для проведения праздничных мероприятий Игровая зона для детей разного возраста Спортивная площадка со скейт-парком Тихие зоны для отдыха с навесами и скамейками Также установят малые архитектурные формы Сделают освещение, высадят деревья и кустарники Готов он будет к осени 2023 года Для 29-летнего жителя села Борда желание прокатиться на автомобиле отчима Обернулось уголовной ответственностью В один из вечеров, находясь в состоянии алкогольного опьянения Мужчина сел за роль транспортного средства родственника Без его ведома На дороге он не справился с управлением В результате чего машина угодила во враг На утро владелец автомобиля обнаружил пропажу и обратился в полицию Обстоятельства ночного инцидента быстро вскрылись Суд назначил нарушителю наказание в виде уголовного штрафа в размере 20 тысяч рублей С оплатой штрафа виновный не торопился Служба судебных приставов уведомила его, что уголовный штраф будет заменен на другой вид наказания В результате мужчина получил 200 часов обязательных работ и 5 суток административного ареста 28 сентября в Губахе состоится презентация 5 маршрутов путеводителя в Сердце Пармы И 14 автомобильных маршрутов по Уралу «Железный поезд» Расскажут о них продюсер проекта и авторская команда Место для презентации выбрано неспроста Территория Куба – одна из центральных в этих маршрутах Посетить мероприятие сможет каждый желающий Это были новости региона К слову, здесь мы можем рассказать и о ваших новостях со всех уголков нашего края Присылайте их вместе с фотографиями и видеозаписями на указанный на экране номер через мессенджеры Viber или Telegram Поделитесь со всем Пермским краем На этом у меня все Роспотребнадзор опубликовал данные исследований на коронавирус За прошедшие сутки в Пермском крае подтверждено 1998 новых случаев COVID-19 Специалисты отмечают, что мутировавший вирус зачастую характеризуется теми же проявлениями, что и обычная ОРВИ В частности, речь идет о першении в горле, сухом кашле и насморке, не считая озноба и повышения температуры При этом поражение нижних дыхательных путей в настоящее время наблюдается все реже Всего с начала пандемии в Прикамье от новой коронавирусной инфекции скончались 8910 человек Заболеваемость COVID-19 в Прикамье все также держится на высоком уровне Об общей эпидемиологической обстановке сегодня мы поговорим с гостем нашей студии Главным внештатным эпидемиологом Министерства здравоохранения Пермского края Владиславом Семеряковым Владислав Васильевич, добрый вечер Добрый вечер, я хочу сказать, что этот уровень мы не превысим более 2000 И в ближайшие 3-5 недель такого не будет существенного превышения, как мы имели в феврале Мы имели 5557, поэтому заболеваемость будет держаться на этом уровне до 2000 Это связано с тем, что у нас 59% жителей региона уже сегодня привиты против коронавирусной инфекции Поэтому существенного пика мы не ожидаем На текущий момент нами открыты 822 койки, которые функционируют У нас есть резерв на 28%, поэтому коэффициент тяжести наших пациентов 89% Это значительно меньше, чем тяжесть предыдущей подъема заболеваемости И поэтому наше слово сегодня адресовано жителям, которые еще не успели сделать ревакцинирующую прививку А какая вакцина там присутствует? У нас сегодня используется вакцина «Спутник Ви», которая зарекомендовала себя Судя сегодня по нашей клинике инфекционных болезней, мы видим, что поступающие лица Это в основном лица старше 65 лет и даже старше 75 Но среди них, к сожалению, мы должны отметить, что в 32% случаев только лица привиты против коронавирусной инфекции Поэтому мы сегодня как раз нацеливаем на эту группу риска 65 лет и старше Которые сегодня имеют груз соматической патологии, которым показана сегодня вакцинация в первую очередь А в целом, как сейчас протекает заболевание в основном? Это уже более легкая форма? Заболеваемость протекает сегодня гораздо легче Это связано с тем, что, во-первых, отсутствие тропности вируса к легочной ткани Поэтому сегодня пневмония достаточно редкое явление Но в основном мы встречаемся с такими пациентами, которые страдают, к сожалению, хронической легочной недостаточностью Поэтому эта группа риска должна быть привита в первую очередь Они составляют основную тяжесть Это пациенты и дают серьезное сегодня осложнение И длительное такое вызывает, длительное тяжелое течение А какой штамм чаще всего сегодня в прикамье встречается? Штамм сегодня тот, который и циркулировал у нас в феврале Это омикрон Но поступившая вакцина буквально в августе месяце Сегодня у нас достаточное количество Более 260 тысяч как первого, так и второго компонента Производители уже подработали на те варианты, которые циркулируют Поэтому вакцина сегодня адекватна тем вирусам Тем штаммам, которые циркулируют в окружающей среде Еще говорят про назальную Будет ли она в Пермском крае? И когда будет? Сегодня мы созвонились со всеми уральскими городами Это Челябинск, Екатеринбург, Пермь Мы стоим в ожидании Сегодня обеспечивается Москва, Санкт-Петербург И мы стоим в очереди, практически наш регион третий Для обеспечения назальной вакцины Но я хочу сразу сказать, что это будет та же вакцина Спутник ВИК, которая уже нам известна Что касается периода ревакцинации Он остается таким же, как рекомендовал Минздрав ранее То есть раз в полгода Или что-то изменилось? Ревакцинацию мы делаем Если наш прививаемый говорит, что последняя иммунизация была зарегистрирована в течение шести месяцев Тогда мы идем на однократную вакцинацию Если же иммунизация прошла более года В этом случае мы идем на двухкомпонентное введение вакцины Ну и последний вопрос Какие прогнозы на волну гриппа? Есть ли они уже? Когда нам ждать? Надо сказать, что за текущую неделю, на понедельник Мы имеем небольшой всплеск заболеваемости острых респираторных заболеваний Это результат формирования коллективов И мы видим, что ровно на четвертой неделе после первого сентября Мы ожидаем такой подъем Этот подъем перерастет в циркуляцию вирусов пара гриппа Далее аденовирусы А в дальнейшем перерастет в эпидемию гриппа Которую мы ожидаем уже в новом календарном году Поэтому наше слово сегодня адресовано прежде всего на вакцинацию против гриппа Это прежде всего защита наших лиц старше 60 лет Мы сегодня ждем в поликлиниках Вакцины достаточны для проведения этой прививки Владислав Васильевич, спасибо за интересную беседу Наш эфир продолжается Не переключайтесь Вечерний весик на телеканале ВЕТА продолжается Я Екатерина Рухтина Здравствуйте Во второй части нашего выпуска мы расскажем и покажем Самую интересную и свежую информацию из мира пермских дорог И не только Смотрите далее в нашем эфире Паркуюсь где хочу В Перми некоторые автомобилисты оставляют машины на тротуарах и газонах Где это происходит сегодня Расскажет Егор Тверетина в программе Эх дороги В этом году на проспекте Парковом в Перми комплексно отремонтировали дорогу Довольны ли качеством работ пермские водители? Вашему вниманию рубрика Авточат Это темы нового выпуска программы Эх дороги Сегодня помимо традиционной инспекции Вас ждет новая рубрика Егор Тверетинов Далее Всем привет Меня зовут Егор Тверетинов С вами программа Эх дороги Мы уже встали в небольшую пробку Это значит, что мы пытаемся добраться до городских улиц, районов, кварталов и дворов И рассказать вам о всех проблемах, которые нам кажутся сейчас актуальными Так что оставайтесь на веке с программой Эх дороги Будет интересно Все покажем и обо всем расскажем Это перекресток улиц Лифанова и Анри Барбюса Казалось бы, все классно Ступеньки, поручни, пешеходный переход обозначен, знаки соответствующие стоят Но это пока, пока сухо и тепло Жители этого микрорайона к нам обратились с просьбой указать именно на этот пешеходный переход И в чем его проблема В преддверии зимы они, естественно, об этом озаботились Ибо в прошлые зимы происшествия случались Ступени, здесь достаточно большой уклон Но ступени почему-то ведут не к самому переходу, не к проезжей части А их всего четыре и за ними уклон продолжается Нетрудно представить, как он выглядит здесь зимой Соответственно, вот эта вот часть, вот эта часть спуска превращается в настоящий каток Движение здесь достаточно плотное И неожиданный пешеход, который буквально вылетает на пешеходный переход Станет сюрпризом для любого водителя И тот, опять же, с учетом того, что это будет зима Просто-напросто не успеет остановиться Это раз Ну, если мы говорим про попадание под колеса транспортного средства любого Ну и второе, даже если человек, как бы это грубо ни звучало Не долететь до проезжей части, подскользнуться и упасть вот здесь после ступенек Такое себе удовольствие Переломы, возможно, сотрясения гарантированы Поэтому я бы обратил внимание именно на это место Мне кажется, логичнее было бы продлить ступени до самой проезжей части А это улица Данщина Для понимания, мы рядом с Пермским государственным научно-исследовательским университетом А что мы видим здесь? Вот так вот припаркованные автомобили Обратите внимание, то ли это тротуар, судя по тому, что когда-то здесь был асфальт То ли это газон В любом случае, ни туда, ни туда машины парковать нельзя Но ситуация тут вот такая Все заезжают, все на газоне-тротуаре Что с этой стороны, что вот с той стороны Что интересно Вот это виднеется отдел ГИВДД по Дзержинскому району И привет, ребята Нужно, наверное, как-то реагировать Но опять же, как реагировать? Бесплатных парковок вот здесь вот по этой улице, насколько я знаю, нет А те, кто приезжают в университет, могут припарковаться платно Вот университетская платная парковка, пожалуйста И опять же, либо мы здесь делаем парковочные места Потому что тысячи студентов учатся здесь И я уверен, что несколько сот преподавателей И у половины точно имеются свои личные автомобили Ну и право парковать на платной стоянке Либо на бесплатной, это все-таки право А не обязанность заезжать на платную парковку Так вот это право припарковаться бесплатно Дал что быть у людей А его здесь, как видите, нет Не реализовано оно тут Поэтому я бы здесь установил парковочные карманы И всем было бы хорошо Ну а если мы думаем, что это тротуар Ну тогда приведите его в порядок Установите соответствующие бордюрные камни В общем, нужно принять то или иное решение И разобраться уже в ситуации Вот такая парковка Это не есть хорошо На этом у меня все С вами был Егор Тверетинов Подписывайтесь на наш телеграм-канал Там много интересного Также вы можете отправлять туда свои проблемы с дорогами Мы обязательно о них расскажем всему Пермскому краю Смотрите нас обязательно, конечно же, на телеканале Ветта И не переключайтесь прямо сейчас Эх, дороги продолжаются Впереди новая интересная интерактивная рубрика От Полины Пресняковой Ну а я говорю вам пока-пока Привет! В понедельник Егор Тверетинов уже приезжал на остановку Проспект Парковый И рассказывал о ситуации, которая произошла здесь После проведения комплексных ремонтных работ Спустя четыре дня мы видим, что ямы у нас остались С одной стороны их все-таки подсыпали А вот с другой стороны сделать это, видимо, забыли О том, устраивает ли такая ситуация жители микрорайона Расскажут они сами Это рубрика «Авточат в ход» Конечно, лучше стало Обязательно Пусть по улучшению Налицо, прямо скажем, хоть и летом Поэтому ничего плохого сказать не могу Только в лучшую сторону все меняется Вы сами автолюбители или общественным транспортом пользуетесь? Пешеход Пешеход даже пользуется, как раньше? Ну, разруха была на дорогах Бардак на тротуарах Сейчас это приберут, все равно в любом случае будет лучше Вообще улица давно в ремонте нуждалась? Ну, один из старейших районов, его не так часто делали Поэтому, соответственно, плановый ремонт вообще всегда необходим Да все весь, весь проспект перерытый и ничего не делается Вот та сторона вообще, вот посмотрите Вы посмотрите, сходите сами и все увидите Мы дошли вместо тротуаров ходить по дорогам перед машинами и все остальное Да, нормальные вроде бы все Что-то затянули они, правда, начали резко, а заканчивают как-то не очень хорошо Мне так кажется, что можно было побыстрее сделать Непонятно Непонятно Ну, а сами пользуетесь общественным транспортом или личным автомобилем? Общественным транспортом А остановочные комплексы вас обновили? Остановочные обновились, нормально все То есть вам нравится, пользоваться удобнее? Да Да, получше, конечно, стало Конечно, ремонт надо делать Надо ремонт делать, чтобы дороги были ровные, красивые Все-таки впереди трехсотлетие, поэтому обязательно нужно Ну, вот жалуются вас на остановочные комплексы сейчас, что не доделали Не доделали, есть такие огрехи Я думаю, что это сделают временно А авточат-то у нас сегодня позитивный Люди давно ждали обновления данной улицы И, в принципе, изменениям они рады Ну, подрядчики, обратите внимание уже, наконец, на состояние остановочного комплекса И сделайте так, чтобы люди могли не только радоваться изменениям, но и с удобством ими пользоваться Ну, а вам еще раз напоминаем подписываться на телеграм-канал Ветта Эк-дороги Здесь только самые интересные и актуальные новости Про уличнодорожную сеть города Перми и Пермского края Увидимся с вами на следующей неделе Пока Инструменты навигации Так говорят астрологи про астропрогноз Из-за экономических и социально-политических потрясений, которые переживает весь мир Будущее некоторых людей стало неопределенным Что на этот счет говорят звезды Астропрогноз далее в нашем эфире Субтитры предоставил DimaTorzok 23 сентября День активный и гармоничный Центр напряжения эгоцентризм Центр гармонии и уравновешенности Овны Будьте активны Беритесь за любую сложную трудоемкую работу Не нагружайте себя излишними сомнениями Сегодня вас может ожидать череда новых достижений Тельцы Сегодня вы можете сорвать внушительный куш или остаться ни с чем Причем второе, вероятнее всего, будет следствием неадекватных или запоздалых усилий Близнецы Благоприятные условия для изготовления амулетов, оберегов, талисманов На здоровье, благополучие и процветание Подводите итоги и стройте планы на будущее Раки Сейчас или никогда Если в деловой сфере остались нерешенными важные вопросы То исправьте такое положение вещей Возможно, завтра у вас появятся новые приоритеты Львы День потребует немалых усилий Они будут иметь отношение к вопросам личного статуса Не торопитесь вкладывать силы и средства в свое профессиональное будущее Девы Время решения сложных вопросов в личной и финансовой сфере Используйте для этого прошлый опыт Не стоит изобретать велосипед Действуйте проверенными способами Весы Период внутренней активности и творческого поиска Раскрытие качеств души и подсознания Укрепление здоровья, причем как духовного, так и физического Скорпионы Приятные встречи, творческие порывы и романтические свидания Полезные связи, продуктивное сотрудничество Все это сегодня в вашем полном распоряжении Стрельцы В производственной сфере много нестандартных и неординарных ситуаций Больше опирайтесь на друзей и ваши яркие качества С партнерами будьте осмотрительны Козероги Чрезмерная опека никогда и никому не шла на пользу Поэтому создайте для ваших компаньонов Комфортные условия ведения совместного делового партнерства Водолеи Широкий спектр возможностей для продвижения бизнеса, мировоззрения и преобразований Приведения в порядок домашних дел и работы по хозяйству Рыбы Хорошая звездная компания, можно сказать, половина дела И пока она в вашем распоряжении Займитесь очищением территории жизненного пространства Наш вечерний вестник подошел к концу Далее в эфире прогноз погоды для Перми и Края Я, Екатерина Рухтина, прощаюсь и желаю хорошего вам вечера Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова